Здравствуйте! В эфире Вместе Егоревск. С вами Виктория Муратова. На часах 19.45, а это значит, что вы в нужное время, в нужном месте. Прямо сейчас самое актуальное событие за прошедшую неделю. А начнем мы наш выпуск с новостей о молодежной политике. На днях в центре «Маяк» прошло плановое заседание Молодежного парламента. Что успели обсудить и какие планы наметили, узнаем из нашего сюжета. Заседание Молодежного парламента – это всегда обсуждение общих тем и распределение заданий для всех комиссий. Большинство вопросов решают с внесением предложений и голосованием за тот или иной вариант. Первым пунктом парламентарии рассмотрели новую символику для своей структуры. Логотипы для областных парламентов создаются в едином стиле. Друг от друга их отличают цветовые решения или же некие узнаваемые детали. Все согласились, что элемент гуслицкой росписи как нельзя лучше подойдет для дополнения логотипа Егоревского округа. Вторым пунктом обсудили дополнительный набор в ряды парламентариев, который состоится в конце этого года. По всем вопросам можно обращаться в Молодежный центр «Маяк» к председателю Молодежного парламента Алене Фокиной. Далее перешли к обсуждению плана обучения молодых парламентариев в рамках образовательного модуля. С начала года уже состоялось несколько занятий от начальника отдела по организации работы Совета депутатов Ильи Игнатьева и прошли встречи с депутатами и их комиссиями. Организацией образовательной работы продолжает заниматься Елена Крынина, председатель комиссии по законопроектной деятельности и взаимодействию с органами власти. Уже в начале июля состоится встреча с Александром Плотниковым, заместителем председателя Совета депутатов, и пройдет лекция по теме системы государственного управления в Российской Федерации. Такой формат образования помогает лучше понять внутреннюю работу Совета депутатов и применить теоретическую базу на практике. Так, например, на 16 июля молодые политики запланировали провести прием молодежной общественной приемной. Кроме этого, члены молодежного парламента продолжили работу над действующими и свежими проектами, такими как ролики об экономике города в доступном формате, новые возможности биржи труда, посещение молодежных центров в соседних городах и другие. Самое яркое событие недели – это начало выпускных мероприятий. Уже бывшие школьники сегодня делают свой первый шаг во взрослую жизнь. Впереди столько интересного. Главное – найти себя, выбрать свой путь и всегда жить по совести. Ну а наш следующий сюжет специально для вас. На календаре 25 июня. А это значит, что в Егорьевске все выпускники 11 класса, их в этом году 380 человек, получают аттестат о среднем, полном общем образовании. Так, в школе номер 3 прошла церемония, посвященная именно этому событию. 2019 год подарил школе рекордное количество медалистов среди всех школ города и 40 выпускников. Каждый из них с большим трепетом подходил к данному мероприятию. Я хочу получить высшее образование, стать хорошим человеком, помогать людям. Поэтому я пошла в 10 класс и в 11, соответственно. Уже определился специальностью? Да, я хочу быть программистом. В глазах выпускников была не только радость после сдачи всех экзаменов, но и волнение, которое они старались не показывать. Ведь впереди большое будущее. А сколько сдала экзамены? Ну, по-русскому ЭГЭ 100 баллов у меня. Физика 88, математика 78. Ты, наверное, отличница, да, в классе? Да, я отличница. И много вас таких? В третьей школе 13 человек. Ирина Алексеевна Становова, директор школы, поздравила всех выпускников с дрожью в голосе. Пожелала удачного поступления и отправила в добрый путь. Особые слова говорили и классные руководители, ведь дети были под их крылом в течение 7 лет. Вообще трудно, очень тяжело, но разбирает и счастье, и грусть, и гордость. Потому что действительно дети старались, очень хорошо сдали экзамены. У нас много медалистов в нашем классе и в 11-м А, и в 11-м В. Какое напутствие вы могли бы дать своим выпускникам? Ну, как классные мамы, конечно, хотелось бы в добрый путь отправить их и благословить на все добрые дела, свершения, на то, чтобы у них в жизни было меньше преград, препятствий, чтобы если падали, то соломку хоть как-то боженько им подстелил, чтобы у них все складывалось, как они хотят. Здоровье, удачи и исполнение мечт. В качестве ответной благодарности ребята на протяжении всего мероприятия делали учителям и всему руководству сюрпризы, песни, танцы и душевные речи. Жизнь не кончится, правда, она у нас, ты любим, ты успеешь все сказать мне, потому молодые, потому любимые, ты не боишься, мы с тобой, это с тобой, и у нас ты. Жизнь не кончится, правда, потому молодые, потому любимые. За прекрасное воспитание своих детей и активное участие в школьной жизни грамотами были награждены родители выпускников. Многие из них утверждают, что на протяжении двух лет подготовки к экзаменам они также жили среди учебников, как и их дети. Один раз я даже как-то посмотрел в его тетрадку, у него там записано буквально по часам, что надо завтра сделать. Я просто был как-то в шоке, и не знаю, я думаю, справится он или нет, но он справился. Довольно ли вы результатом? Да, очень. Да? Золотой медалью. Золотой медалью. Всех медалистов города, а их всего 47, ожидало отдельное мероприятие в Егоревском историко-художественном музее. Там им в торжественной обстановке вручили заслуженные медали. Впереди у ребят долгожданные выпускные вечера и новая жизнь, полная открытий. Спортивная минутка. Сегодня я покажу вам сюжет про особый вид спорта, которому хотелось дать огласку. Скейтбординг. Экстремальное исполнение различных трюков, выполненных на скейтборде. Кстати, с 2017 года он является олимпийским видом спорта. На днях на площади Советской ребят устроили настоящий турнир. Внимание на экране. Дата 21 июня для проведения турнира Go Skateboarding Day выбрана не случайно. В этот день скейтбордисты всего мира празднуют свой официальный праздник. Ребята, которые пришли покататься или посмотреть на то, как катаются другие, и о скейт-турнирах в Егорьевске до этого момента либо не слышали, либо не помнят, чтобы они когда-то проводились. А тем временем парней и девушек на досках становятся все больше, и они с удовольствием пришли попробовать свои силы. Что за трюки будут? Разные оли, шаветы, всякие там, кикфлипы. Твой самый классный, который у тебя получается лучше всего? Кикфлип. Почему? Ну, он сложный, и там доска крутится так. Сколько надо тренироваться, чтобы такой трюк получился? Всегда по-разному на самом деле, потому что, ну, некоторые могут встать, оп, и все. А некоторые там по полгода учатся. Освоение скейтборда происходит куда быстрее на специальных площадках, которых у нас пока вымело. Каждый из тех, кто пришел на турнир, ждет, как даже в парке 20-летия Егорьевска построят скейт-парк. А пока сами изготавливают трамплины из подручных средств. Сергей Зуев, один из организаторов турнира, своими руками смастерил уже не одну форму. Две из них как раз были доставлены на площадь для соревнований. После регистрации участники получили свои порядковые номера. Им предстояла круговая система испытаний. Но сначала нужно было определить соперников. Для того, чтобы определить пары, проводится жеребьевка. Все доски скидываются в кучу колесами вверх и выбираются по две штуки рандомно. Ну вот, мне дали выбрать. Я выбираю вот эту и вот эту. Первая пара готова. После того, как участники были разделены на пары, пришло время самих испытаний. Ребята по очереди выполняли определенные трюки, за что получали баллы. Начинали с простых движений, а затем переходили на более сложные упражнения. Роль судей выполняли сами организаторы. В центр «Маяк» в следующий раз пойдем. То есть, 100% там, не помню, как девушку зовут. Будем с ней сотрудничать. Будет, она сказала, осенью будет какой-то фестиваль здесь. Ну, брейк-дам, если что-то еще. Будем тоже участвовать. То есть, еще достроим какие-нибудь фигуры по-любому. Вот. Построим еще один, скорее всего, трамплин и сварим, скорее всего, две перила, в котором можно будет скользить. Бейки фронт, бейки бэксайд. Не страшно, что ребята без защиты? Нет, защиты в основном катаются в радиусах. То есть, в бассейнах, в рамках. А здесь можно без защиты. Самых ловких скейтеров ждали подарки. Кстати, призовой фонд также формировался из кармана организаторов. Но они надеются, что в самом ближайшем будущем ситуация изменится, и для подобных турниров обязательно найдутся спонсоры. Гонконгский Диснейленд. Звучит как название боевика, в котором непременное участие принимает Джеки Чан. А на самом деле, это всего лишь наша Ася, путешественница, развлекается. Я даже не верю, что я в гонконгском Диснейленде. Неужели, неужели повторится эта сказка под названием Детство? Все эти люди фоткаются на вот этом прекрасном фоне дороги Детства. Все, ребята, держите меня сильно. Я хочу все эти шарики. Но здесь просто без комментариев, потому что это очень мило. Я прекрасно понимаю, что камера не передает вот этой вот детской обстановке, веселой, сказочной обстановке. Но я надеюсь, что вы пропитались ей. Ну, посмотрите, какие прекрасные домики. Как будто в сказке. Сейчас мы с вами направляемся в сад принцесс. Ребята, я в сказке. Что мне делать? Здесь можно сфотографироваться. И почувствовать себя настоящей королевой. Ух ты! А кого бы вы выбрали? Белоснежку? Золушку? Или сделали бы прическу? А теперь мы идем в мир приключений. Помните, что вы поедете на автобусе. Не стойте на автобусе и не изменяйте позицию. И следите за мной, пожалуйста, и приводите детей. А теперь мы идем в зону игрушек. Помните те времена, когда мы смотрели именно этот мультик? Мне дали вот такую косточку, и я сейчас вот сюда поеду. Сейчас мы идем в дом с привидениями. Интересно, это будет так же страшно, как в Париже. О, как мило! А сейчас мы на Диком Западе. Я думаю, будет весело. Поехали! Ребята, это было потрясающе. Честно скажу, я не люблю такие аттракционы. Это слишком насосчепательно. Но это очень круто. Особенно в дождь такое. Это просто, это вообще гениально. Приезжайте сюда. Обязательно приезжайте сюда. Вот и закончилось наше путешествие по Дисоналенду Гонконга. Я очень надеюсь, что вы заразились этой детской обстановкой и порадовались вместе со мной. Я вам очень желаю здесь побывать и самим прочувствовать эту обстановку. Путешествуйте, господа! Путешествуйте! Вот и все новости на сегодня. Увидимся ровно через неделю. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!